Праздник плодов Это жатва, праздник жатвы последней И вы знаете Этот праздник символизирует Жатву, когда Бог Соберет всех нас к себе И сегодня мы так Торжественно все это чувствуем, правда? Мы вообще любим праздники Мне позволить так я буду только праздновать Но, к сожалению, будни существуют Так вот мне очень хочется Чтобы когда пришел этот день И мы поднимемся к нему И все будем у Белого престола Чтобы для нас это оказалось праздником Чтобы в этот день Мы особенно праздновали Потому что услышим Войди в Дом Господен Аминь Каждый из нас этого хочет Но если каждый этого хочет Значит, что-то надо пройти Для того, чтобы туда войти Правда? Вы знаете, вот к евреям Девятой главе Двадцать седьмой стих Говорится очень интересно Как человеком положено Однажды умереть, а потом суд Я знаю, мы не любим говорить о том, что умереть положено И мы не любим слушать, что суд Но это сказано Что человеком положено Понимаете? Кто-то придет на суд Как я вам уже говорила Ликовать будет Потому что получит Что? Награды За прожитую жизнь Принесет свои плоды А кто-то придет туда Совершенно услышит иное У него будут такие плоды За которые будет Сыдно голову поднять Я однажды видела такое Но это видение, конечно Как стоит очередь Со снопами У кого-то большие снобы У кого-то маленькие И стоит Моисей Вот я видела так Стоит Моисей и принимает Всех с этими плодами Да, это Бог показал образно Мы все придем туда и принесем свои плоды Ну, вернусь к тому, что Этот день будет Днем очень знаменательным Он называется Днем Судным Сегодня тоже День Судный Можно сказать Но для нас праздник Для нас это праздник И вы знаете Как сказал Иисус Он сказал Очень интересно Что верующие и слушающие На Судни приходят Именно верующие и слушающие Слово Его Что же это такое Слушающие Вы знаете Есть послушал А есть послушался Слово вроде как Слушался Слушал И только ся А меняет все Меняет весь смысл И как от этого ся Зависит Наша жизнь Вот как сказал Иисус В пятой главе У Иоанна Двадцать четыре Истинно, истинно Говорю вам Слушающий Слово Мое И верующий В пославшего Меня Имеет Жизнь вечную И на суд Не приходит Но перешел От смерти В жизнь И так Я хочу обратить Наше внимание На то Что слушал Слово А не прослушал Слово Одно действие Когда ты послушал Посидел И пошел Как жил Так и живешь Но именно Слушающий Который Исполняет Это тот Который Послушался Послушал И послушался И он Исполнитель Слова И вся жизнь Его становится Исполняющим Слова Вот еще Очень интересное Место Это Лука Записал Слова Иисуса Шестая Глава 46-49 Он говорит Что вы Зовете Меня Господи Господи И не Делайте Того Что Я Говорю Значит Слушайте Но Непослушны Но Не делайте Того Что Я Говорю Всякий Приходящий Ко Мне И Слушающий Слово Мое И И Исполняющий Их Скажу Вам Кому Подобен Он Подобен Человеку Строющему Дом Который Копал Углубился И положил Основание На Камни Почему Когда Случилось Наводнение И Вода Наперла На Этот Дом Ты Не Могла Поколебать Его Потому Что Он Основан Был На Камне А Слушающий И Не Исполняющий Видите Как Господь Разделил Слушающий Исполняющий И Слушающий Не Исполняющий Подобен Человеку Построившему Дом На Земле Без Основания Который Когда Наперла На Него Вода Тотчас Обрушился Из Разрушения Дома Сего Было Велико То есть Он Говорил Не о Доме Как Мы Понимаем А о Людях Которые Строили И Надеялись Что Они Строят И Тот И Тот И Один Слушал И Другой Слушал Но Один То Что Слушал В Своей Жизни Применял А Другой Просто Слушал Хорошее Слово Он Называется Непослушным 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 Понимаете Тот Который Слышит Но Не Исполняет Иисус Говорит Не Называй Меня Господом Потому Что Я Для Тебя Не Господь И Неважно Даже Если Ты Будешь Говорить Господь Господь Он Твой Не Господь Иисус Говорит Как Ты Называешь Меня Господи Господи Если Ты Сам Непослушан Сам Не Слушаешь Какой Я Господь Он Господь Для Тех Кто Слушает И Слушается Кто Послушан Вы Посмотрите Он Для Всех Послушных Господь И Он Для Всех Послушных Спаситель 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 Ли Он Для Непослушных Как Вы Думаете Писание Говорит Для Кого Он Спаситель Евреям 5 8 9 Это Говорит Писание Что Хотя Он И Сын Однако Страданиями Навык Послушанием И Совершившись Сделался Для Всех Послушных Ему Виновником Спасения Вечного Для Кого Он Сделался Спасителем Для Всех Послушных А что Можно Сказать О Тех Которые Верующие Но Непослушные Они Приходят На Суд Приходят Я Вам Скажу Они Первыми Придут На Суд Суд Начнется С Дома Божьего С Верующих Которые Все Ребя Слушали Но Никогда Не Послушались А Жили Продолжали Как Хотели Суд Будет Для них Как Раста Они Окажутся На Суде Вы Помните Такие Слова Когда Иисус Однажды Сказал К Фарисеям К Народу Божьему Божьему Что Он Пришел И Говорил Но Из-за Того Что Они Слышали Уже У них Нет Оправдания Если Бы Вы Не Слышали Бы Извинения У А А так Как Вы Слышали Нет Извинения Чем Ты Оправдаешь Себя Ты Слышал Лень Человека Не Может Оправдать Не Охота Не Может Оправдать Человека Найдите Мне Что Может Оправдать Человека Который Слышал Но Не Живет Так Как Слышал Верующий Определяется Не Словами Верующий Определяется По Делам Делами Надо Позаботиться Чтобы У нас Были Дела Верой Если Веру Использовать Только На Словах Вы Знаете Какая Вера Страшно Называется В Евангелии Бесовская Страшно Называется Ну Как же Я 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 Сын Божий Я Я Живел Я Живел Спобедовал От Дела А Как Ты Жил Ты Жил Так же Как Эти Миряне Ты Не Жил Так Как Я Тебе Учил Ты Не Был Послушен Моему Слову Я Тебе Посылал Ты Не Шел Я Тебе Говорил Ты Не Делал Ты Жил Как Хотел Это Бесовская Вера Это Своеволие А Своеволие Несмирение Оно Суждается Только послушные Те Которые Слышали Послушались И стали Так жить Они Творят Дела Веры Вот Замечательно Сказал Яков Ну Просто Лучше Трудно Сказать Прочитаю Вам Яков Вторая Глава 19 26 Ты Веруешь Что Бог Есть Бог Един Хорошо Делаешь Что Веру Поздравляю И бесы Веруют И ты Пишешь Ну И что Чем Ты Оправдаешь И бесы Тоже Веруют Чем Ты Оправдаешь Покажи Но Хочешь Ли Знать Посмотрите Как Говорит Неосновательный Человек Хочешь Ли Знать Неосновательный Человек Что Твоя Вера Можно Скать Мертвая Вера Без дел Мертва И Дальше Приводит Примеры Не Верой Ли Оправдался Авраам Да Отец Наш Возложив На Жертвенник Исаака Сына Своего Верой Видишь Ли Что Вера Содействует Делам Его И делами Вера Достигла Совершенства И Исполнилось Слово Писания Веровал Авраам Богу И Вменилась Ему Праведность Не Веровал Авраам В Бога И Это Вменилась В Праведность Веровал Богу А как проверить Веришь Ты Богу Или Нет Если Ты Веришь Богу Значит Ты Так Живешь Как Он Сказал Значит То Что Он Тебе Сказал Ты Будешь Делать Вот Это Называется Верю Богу А Верить В Бога Все Человечество Верит В Любого По Разному Называет Бога Но Верят Бога И Даже Как Его Сами Нарисовали И Так Веровал Авраам Богу И Это Вменилось Ему В Праведность И Он Наречен Другом Божьим Видите ли Что Человек Оправдывается Делами А не Верой Только Мы Очень Любим Говорить Что Иисус Наше Оправдание И Мы Прикрылись Творить Можно Что Хочешь А Иисус Наше Оправдание Мои Дорогие Оправдываться И Делами Будем Потому Что Веру Покажи Я Следил За Тобой Всю Жизнь И Вера Твоя Пустая Мертвая Нет Дел Никаких Дальше Он Приводит Ребеку Я Не Буду Ее Зачитывать Тоже Понимаете Рав То есть Извините Все По Вере Все По Вере Делали Дела И Яков Назвал Человека Который Верит В Бога Но Не И И И И И И Не Основатель А Почему Он Назвал Его Не Основатель Вы Знаете Он Назвал На Основание Слова Божьего Как Только Что Я Вам Зачитал И 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 Человеку По Строившему Дом Без Основания Без Основания Ты Человек Не Оставательный И Когда Яков Описывает Дела Веры То Он Приводит Примеры Послушания Потому Что Именно Послушался Мы Должны Быть Послушны Слава Бога Не Просто Слушатели Воскресенье Пришел Послушал Услышал И Ушел Опять Воскресенье Пришел Послушал Услышал И Ушел И Живет Ну Мир Поглощает Это же Мир Ну Надо же На Работу И Надо же Это Надо же А Раз И Пришел На Небо Неожиданно И Вот Он Я И Что Скажет Господь Неосновательный Ты Человек Ты Слушал Я Говорил Но Дел У Тебя Не Оказалось Ничего Не Делал Ты Только Слушал И Все Должны Быть Дела Он Не Назовет Такого Человека Верующим Потому Что Вера Должна Быть Видной Она Из Дел Состоит Существуют Такие Дела Веры Это Живая Вера А Есть Мертвая Мертвая Вера Как Сказал Яков Но Я Вам Скажу Значит У Такой Веры У Мертвой Тоже Есть Плоды Что-то Определяет Ее Что Она Мертвая Вы Знаете Что Любая Жизнь Она Приносит Плоды Жизни Вот Наблюдайте За Природой Всякая Жизнь 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 Она Приносит Себе Подобных Жизнь То есть Плоды Жизни Человек Естественно Так же Мир Растений Мы С вами Видим Плоды У Всякого Растения Есть Плоды Жизни Размножается Жизнь Всегда Несет Жизнь Размножение Все Живое Дарует Продолжение Даже Невидимые Бактерии Размножаются Потому что В них Тоже Есть Жизнь Понимаете Только Мертвое Не Способно Приносить Жизнь Мертвое Оно Разлагается Но Не думайте Что Оно Безвредно То Что Мертвое И Разлагается Оно Влияет Оно Влияет На То С Чем Оно С С С С С С С Оно Тоже Что Творит Это Можно Увидеть Если Взять Персики К примеру Любой Фрукт Ну Возьмем Персики Хорошие Целые И Рядом Положим Гнилой Как По-вашему Что Будет С Теми Персиками Которые Были Хорошие Постепенно Который С С С Гнилью Начинает Гнить Рядом Лежащий Стоящий Живущий Начинает Гнить Его Плоды Это Разложение У него Есть Тоже Плоды У Мертвой Веры Это Разложение Которое Тоже Влияет Почему Оно Заражает Смертью Вот Поэтому Есть Прекрасное Предупреждение У Павла Первое Коринфянам 15 33 34 Не Обманывайте Худые Сообщества Развращают Добрые Нравы Отрезвитесь Как Должна И Не Грешите Ибо К стыду Вашему Скажу Некоторые Из вас Не Знают Бога Так Что Можно Сказать И Мертвая Вера Имеет Плоды Которые Ее Осуждают Это Плоды Смерти Это Плоды Разложения Плоды Непослушания Непослушным Поведешься Научишься Непослушания Тот Который Разлагается Он Тебе Поможет Разлагаться Как Надо Быть Осторожным С Кем Ты Дружишь С Кем Ты Общаешься Потому Что Это Тоже Плоды Он Тоже Придет С Этими Гнилыми Плодами Скольких Он Разложил Скольких Он От Бога Отвел Скольких Он Из Церкви Вывел Он Тоже Придет С Плодами Понимаете Это Тоже Плоды Все Обнаружится На суде Все Станет Явным Тогда Когда Войдут Ясный Свет И у Кого-то Дела Сгорят Будет И такое Просто Сгорели Огонь Святость Их Сжег А у Кого-то Освятятся Почему Потому что Из золота Были Сделаны Из камня Их Только Освятят Огонь Итак Нам Нужно Подумать Какие Плоды Мы Несем Скажите Мне Верующим Надо Бояться Суда Надо Вы Знаете Я вам Скажу Что Некоторым Надо Трепетать Ночью Не спать А Некоторые Бояться Не надо Знаете Почему Потому что Они Живут Уже Так Как Будучи Судимы Написано Так Живите Павел Говорит Живи Так Как Будучи Судим А Это Как Это Все Время Прид Лицом Господа Все Время С Очищенной Совесть Все Время Тебе Не надо Тогда Бояться Суда Зачем Ты Все Ребен Ходишь Так Все Ребен Очищаешься Освещаешься Кто Вот Так Жить Прожил Ему Нечего Бояться Потому что Он Прожил В Послушании В Кротости В Смирении А Что Делает Нас Послушными Как Вы Думаете Что Нас Делает Послушными А я Вам Скажу Это Любовь Нас Делает Послушными Любовь Богу Потому что Именно Она Агапы Она Послушлива Я думаю Что Вы Согласитесь Со мной Что Любовь И Мудрость Это Одно Можно Описывать Мудрость Как Описываешь Любовь Я имею Ввиду Божью И Можно Описывать Любовь И Это Будет Мудрость Опять Таки Если Мы Описываем Божью Любовь И Божью Мудрость Вот Яков Он Описывал Мудрость А Я Вижу Любовь Яков 3 17 18 Он Говорит Но Мудрость Сходящая Свыше Небесовская Неземная Но Мудрость Сходящая Свыше Во-первых Чиста Потом Мирна Скромна Послушлива Полна Милосердия И Добрых Плодов Беспристрастно И Нелицимерно Плод Правды В мире Сеется У тех Которые Хранят Мир Ну скажите Что не Описана Любовь Божьей Любовь Описана Правда Любовь Плодоносит А Она И Есть Мудрость Любовь Сходящая Свыше Мудрость Сходящая Свыше Полна Добрых Плодов Почему Потому Что Любовь Она От Божьего Сердца Вы Знаете Агапы Это Из Божьего Сердца Значит Когда Ты Живешь В Агапы Ты Делаешь То Что В Божьем Сердце Ты Поступаешь Как Он Почему Потому Что В тебе Открыто Божье Сердце И Божье Сердце Управляет Твоей Жизнью Его Любовь Поэтому Конечно Ты Суд Не Боишься Конечно Ты Не Трясешься Ты Ждешь Потому Что Наконец Твоя Правда Откроется Наконец Ты Устал Здесь От Клевит И От Всего Наконец Твоя Правда Откроется Поэтому Павел Не Боялся Слова Смерть Не Боялся Слова Суд А что Он Говорил О Я Иду Уже Готовиться Мне Венец Он Знал Что Ему Готовится Венец Правды Почему А потому Что Вся Жизнь Его Была В Послушании Потому Что Он Любил Господа И Жил Для Него Он Не Только Однажды Услышал Когда Встретился С Иисусом А Он И Послушался Даже Не Стал Советоваться С Кровью Плотью Как Люди Любят Искать Себе Оправдание Вот Кровь И Плоть Моя Сказала Не Надо Сиди Дома Он Не Стал Советоваться Даже У Него Советчик Появился Дух Святой И Он Стал Жить Духом Святым И Духи Святого Вот В чем Дело Поэтому Он Знал Что У Него Есть Венец От Любви Любовь Она Свидетельствует Что Тебя Ждет Венец Внутри Тебя Свидетельство Есть Поэтому Ты Замиранием Сердца Ожидаешь Когда Ты Пойдешь На Небеса Посмотрите Как Написано У Иоанна 1 Иоанна 4 17 Любовь До Того Совершенства Достигает В Нас Что Мы имеем Дерзновение В День Суда Почему Потому что Поступаем В мире Сем Как Он И Дела Мои Хорошие Плоды Поступаем В этом мире Так Как Он Поэтому Имеем Дерзновение В День Суд Мы Не боимся Мы Его Ожидаем Мы Сейчас Празднуем И Тогда Будем Праздновать Только В большей Степени Потому Что Все Откроется И Все Два Откроются И Все Бог Оправдает Потому Что Делал Все Из Любви Из Послушания Жил По Его Слову А Те Кто Не И И Любви Нету Даже Делая Вид Верующего И Вид Любящего Будут Делать Что Потому Что Они Верующие А Люби Нету Какие у них Плоды Как Вы думаете Что Сказано Про них Нет Тебе Пользы Ну Как Ж Делал А Где Любовь А Где Покажи Нету Почему То Есть Таких Ожидает У Нет Славы Они Придут Туда И Будут Ждать А Плоды Сгорят Потому Что Только Любовь Она Огонь 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 Не Пожирает И Все Что Сделано В Любви Оно Только Освещается Как Золото А Все Остальное Солома Сено Наделал Настроил Пришел Оно Сгорело Но Слава Богу Бог Скажет Хорошо Спасаешься Но Извини Дел Нет Потому Что Ты Не Любил Написано Что Даже Можно Продать Сво Умение Все Раздать Нищим Тело Отдать На Самосожжение А Любви Не Ими Нет Тебе Пользы Не Сказано Погиб Нет Пользы Это Не Плоды Мои хорошие Плоды Что Все Что Принесено В любви Плоды Послушания В любви Из любви К Богу Делайте Все Все Что Вы Делаете Из любви К Нему Слушайтесь Будем Послушать Его Слово Из любви Как Авраам Принес Сына Своего В жертву Хотел Согласился На все Почему Он Любил Бога Понимаете Он Любил Поэтому Бог Говорит Друг Мой Он Назвал Другом Не Нужна Была Ему Эта Жертва И Так Нет Пользы Никаким Делам Во-первых Если Они Не В Послушании Ты Так И Решил Ты Так Хочешь Служить Богу Как Ты Хочешь Ты Хочешь Что Бог Тебе Был Послушал Нет Этих Дел Они Все Пустую А во-вторых Если Нет Любви Так Что Достигать Надо В себе Любви Потому Что Получите Венец Любви Венец Венчаетесь Венчается Только Любовь Бог Не Венчается Без Любви Здесь Есть Браки Из-за Выгоды А у Бога Такого Нет Он Венчается Только С Любовью Та Его Невеста Которая Его Любит Та Его Жена Которая В Него Влюблена Безмерно Так Что Венец Получит Те Которые Любят Некоторые Просто Спасутся Некоторые Извините Вообще Не Спасутся Но я Хочу Чтобы Церковь Была Венчанная Венчанная Потому что Любит Господа Я К этому Вас Призываю Все Дела Могут Загореть Запомните Не горит Любовь Она Только Обжигается И Превращается В драгоценность Мы Ничего Не Принесли В этот Мир Правда Что Мы МHope Собой Туда Взять Только Любовь Только Любовь Можно Взять потому что Любовь Вечна Что Мы М shading Собой Туда Взять Только Наше Праведное Сердце Больше Ничего В любви Наше Праведное Сердце Поэтому Мы С вами Что Сейчас Делаем Сердце Наше Мы Сердце Наше Делаем Соделываем его любящим, праведным, да? Богопоязненным, чтобы вот там потом порадоваться вместе с Господом. Чтобы этот праздник сегодня был там нам на радость. Поэтому я вас благословляю, мои дорогие. Вы знаете, еще что хочу сказать? Вот эти плоды, которые мы видим, кто их дает? Бог. Бог благословил землю. Благословение Божье по сей день действует. И благословение приносит плоды благословения. И земля наполнена Божьими благословениями. А из-за проклятия земля приносит плоды проклятия. И эти проклятия земли — это смерть. Так что ж мы с вами хотим приносить? Плоды благословения? Или плоды проклятия? Давайте посмотрим на себя. Чем мы наполняемся? Какие у нас плоды? С кем мы соприкасаемся? Мы несем жизнь? Или разложение? Хорошо подумайте. Сейчас время. И это нам напоминание о том, что будет. И что Бог хочет увидеть нас рядом с собой. Потому что Он нас очень любит. Он нас очень любит. Настолько любит, что не пощадил самого себя. Пришел в Сыне, чтобы умереть, взять все грехи на Себя. пострадать, но нас оправдать. Это Его любовь. А на что способны вы? А на что готовы вы ради Его любви? cartoons. Субтитры сделал DimaTorzok